Любой натурщик работает по какой схеме? То есть 45 минут стоишь, потом 15 минут отдых. То есть это час работы считается. Но, естественно, за эти 45 минут, пока ты стоишь, ты можешь попереминаться с ноги на ногу, как-то почесаться, повертеть головой, поводить глазами. То есть это не воспрещается. Потому что статично простоять можно минут 10, не больше. Дальше начинают гудеть ноги, и вообще очень тяжело на самом деле. Натурой любимой и единственной она пока не стала. Позирует для всех. Это начало художественного пути. Ученики набивают руку. Она учится руки держать. А еще голову, плечи и осанку. Стандартный сеанс, как урок в школе или академический час в вузе. Таких уроков за день не больше трех. К подобному распорядку Марине не привыкать. Уже несколько лет она преподает старшеклассникам графический дизайн. Там она стоит классу лицом. Здесь бывает спиной. Там она получает среднюю по петербургским меркам зарплату. Здесь 100 рублей в час. Этот статичный бизнес солидного дохода не приносит. Привносит настроение. Вообще в студии царит такая очень приятная атмосфера. Она пропитана энергетикой людей, которые там творили, которые там творят. Эта энергетика очень приятна. Она творческая. И на самом деле ты ей заряжаешься. И потом тебе тоже хочется что-то творить, хочется что-то делать. Впасть от студийной атмосферы в транс. Это ее формат. Формат больших неоновых полотен и музыки транс. Собственным творчеством Марина с подругой украшают стены питерских клубов. Рисуют загадочных персонажей и самих себя в натуральную величину. Не знаю почему, но почему-то мое лицо чаще всего ученики изображают лицом такой утомленной колхозницы после рабочего дня. Не знаю почему, так получается.